Да, мы вышли в эфир, надеемся, нас слышно, видно. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну что, сегодня мы анонсировали не просто вебинар, а вебинар-игру. Поэтому ждем от всех участников активное такое включение, активное участие. И надеемся, что вместе нам сегодня удастся приручить кейсы. Давайте начинать. Приготовьтесь, активно участвовать, а не просто слушать, записывать или воспринимать информацию. Просим постоянную обратную связь. Ну и немного расскажем о нас. Я Светлана Александровна Фрученкова. Я конструктор впечатлений и дизайнер приключений. Автор идей игровых педагогических путешествий. Игропрактик, преподаватель. И я руковожу педагогическим конструкторским бюро. Здесь есть контакты наши, по которым вы можете найти подробную информацию о том, чем мы занимаемся. И в контакте, в группе будет публикация, которая поможет вам продолжить знакомство с кейсом. Пока больше ничего не расскажу. Ну я, соответственно, Прученков Александр Сергеевич, автор разработчики игр, кейсов. Очень активно работаю в сфере финансового просвещения. Особенно с форматами кейсов, конечно. Преподаватель нашего педагогического конструкторского бюро. Но еще и профессор. Я вижу, что в чате пишут, что нет звука у кого-то. Обычно в вебинару нужно нажать F5, чтобы обновилась страничка и все появится. Ну а мы продолжаем. Итак, что же такое кейс? Вот я редко использую это словосочетание. Мне привычнее пример, иллюстрация, ситуация. Что же такое кейс-то? Я как раз наоборот, очень активно занимаюсь этой технологией. И даже несколько пособий по этому поводу и издал, и до сих пор пользуюсь этим. Но прежде всего, если говорить то, о чем мы будем в ходе нашего большого вебинара обсуждать, это конкретная технология решения жизненной ситуации с помощью специально подготовленных инструментов и методий, которые в этом используются. Ну а если говорить о сегодняшней ситуации, я думаю, мы сейчас интригу держать не будем. Раскроем, что для меня, по большому счету, кейс это детектив, которому нужно найти выход из ситуации, причем он не всегда однозначный. Ну что, тогда я поняла, я всегда использую кейсы, каждый день. Вот буквально вчера мы читали с ребятами сказку «Каша из топора», и я им потом вопросы задавала. Это же кейс? Ну, как вам мягко сказать? Мы попросим ответить наших участников. Согласен, давайте сначала услышим. Кейс ли это? Вот помните краткий сюжет этого загадочного явления? Надо рассказывать сказку или... Нет, я думаю, что коллеги помнят. Ну кто постарше, да. Мы просим вас в чате написать, кейс или не кейс. А, вот вопрос. Каска из топора, если мы ее читаем и задаем уточняющие вопросы, кейс или нет. Так, быть или не быть, жить или не жить, кейс или не кейс? Ну пока больше не кейсов. Так. Нет, нет, спорно. Нет, нет. Ну что, у нас, по-моему, опытные участники. Они знают кейсов чуть-чуть больше, чем я. Но мне кажется, что это тоже интересный кейс. У нас уже есть вариант, что из любой информации можно сделать кейс. Ну что, большинство из вас, наверное, правы? Да, я в данном случае могу, наверное, вмешаться уже, делать свой определенный комментарий. Конечно, это может быть основой для разработки кейса. Вот та самая жизненная ситуация, еще раз подчеркну, кейс это та самая технология, которая позволяет решать заданные, подготовленные, предъявленные жизненные ситуации. Да, сказка, кстати, замечательный ход, когда мы можем вовлечь. Я думаю, что мы сегодня как раз это и сделаем. Но тут для того, чтобы вот эта ситуация, эта сказочная ситуация стала кейсом, конечно, нужно очень серьезно поработать, подумать над тем, каким образом, ну так скажем, описать эту ситуацию, более четко сформулировать проблему. Ну и там еще ряд элементов есть, о которых мы тоже будем обязательно говорить. Так что это только некий повод, информационный повод, содержание, которое действительно можно вот в эту как раз оболочку, которая называется кейсом, оформить. Действительно, из любой ситуации мы можем сделать кейс? Да, если опять перед собой ставим эти там дидактические задачи. Они могут быть очень глобальные, связанные с мировой экономикой, с ситуацией на конкретном предприятии или в конкретной школе, даже в конкретной семье. Мы вот эту ситуацию берем, ее специальным образом обрабатываем, ну формулируем, выкладываем необходимые элементы, и только после этого можем называть определенным кейсом, в том числе учебным кейсом. Так-так. А это что такое? Да. Ну я понимаю, Светлана хочет сказать, что если она пытается работать с детьми, со студентами или со специалистами, вот в таком формате описана или предъявленная ситуация, наверное, ну с точки зрения логики и структуры, и требования, это действительно кейс. Ну, ошибка мобильного банка, у нас есть некая проблема, которую... Давайте поподробнее расскажем нашим участникам, что это за проблема, и прям попробуем понять, кейс это или не кейс. Это, ну, скажем так, не классическая, но достаточно часто встречающаяся ситуация, когда вы покупаете какую-то услугу, ну, естественно, надеясь на то, что она будет работать, и вот сам Илья, она работала, но через какое-то время, практически через год, произошел сбой, и в кейсе обычно описывается дальше еще и развитие ситуации. Сам, ну, в данном случае Илья, герой нашего кейса, попытался эту проблему решить, но она до сих пор не решена, и мы тогда пытаемся с этой ситуацией справиться, ставим перед собой задачу. Итак, мы приглашаем аудиторию, нашу учебнику, учеников, студентов, специалистов, ну, в том числе, кстати, и по финансовой грамотности, такие кейсы сегодня сейчас и предъявляются, мы конкретизируем ситуацию, вот там чего не хватает, тоже там сказки, каша из топора, да, что необходимо сделать, предъявляются какие-то конкретные данные, в данном случае, видите, выписка из счета, Илья видит, что у него действительно деньги списаны, и никакого, соответственно, никакой услуги он не получил, и самое главное, что, ну, в данном случае банк отказывается вернуть эти потраченные средства, и тогда мы паузу делаем, вот чем как раз кейсы отличаются, ну, сказочка, сказочка, ну, помните, сказка, ложь, давний намек, доброму волосу урок, но там нет конкретной задачи, что делать дальше, как может из этой ситуации выйти, а кейс обязательно формулирует конкретную задачу, и мы ставим задачу, кстати, даже может быть роль, она не всегда обязательна, но в этом случае, видите, если мы решаем кейсы, связанные с финансовой грамотностью, то мы обычно и школьников, и студентов, ну, специалистов даже, сам Бог видел, что называется, да, погружаем, какую-то роль и говорим, да, вы сейчас, тот самый консультант по личным финансам, попытайтесь вместе с ним найти решение этой проблемы, вот, собственно, чем отличается кейс, пусть он в данном случае, ну, оформлен так, и даже может быть слишком много, ну, данных, что ли, но тем не менее, это уже, конечно, практически кейс. Ну, как вам нравится такой кейс? Хочется решить, найти решение этой проблемы, предложить свои варианты? Ну, слово нравится, не нравится. Так, видим, ролевая игра с неизвестным исходом, это кейс? В каком-то смысле, да, как раз одна из характеристик кейса, что создается конкретно ролевая модель, в которую необходимо погрузить. Почему это происходит? Потому что как раз, если вы абстрактно относитесь к этой информации, то, ну, уровень или степень включенности, вовлеченности, ну, значительно уменьшается. Если я вхожу вот в эту, ну, заданную роль, я, соответственно, пытаюсь с большей степенью ответственностью, энергетикой эту ситуацию решить. По сути, да, игра это тоже по большому счету кейс, если есть описание ситуации, если ситуация развивается, и перед игроками ставится конкретная задача. То есть очень много, ну, пересечений в этом плане есть, хотя у ролевой игры, конечно, гораздо больше возможностей и, ну, скажем, вариантов вовлечения. Видим, что участники пишут тогда нам по пути. Конечно, я тоже люблю гораздо больше игровые форматы, чем кейсы, кейсы вот так представленные. Но я слышала, что кейсы обязательно строятся на реальных событиях. Это так? Ну, реальные события, они могли произойти, они могут произойти. Еще раз подчеркиваю, самое главное, что описывается какая-то конкретная ситуация, которая требует, ну, во-первых, она содержит в себе проблему, которую необходимо решить, и задачи, которые ставятся перед участниками, перед студентами, школьниками, всеми аудиториями, пытаясь подчеркнуть, они должны, вот как раз, исходя из заданной ситуации и поставленной задачи, найти выход. Причем, ну, в отличие от, скажем, обычной задачи, ну, я обычно говорю, да, скажем, 2 плюс 2, это всегда 4. Или там любая задача учебная, которая требует единственное решение, ну, правильное решение, это, разумеется, не кейс, вот кейс как раз предполагает поиск и обоснование нескольких реальных вариантов. Вот я вижу, как Виолетта пишет, конечно, здесь, но это уже развитие кейса, это будет зависеть от того, с какой аудиторией вы работаете, если только, ну, скажем, только начинающие, там, специалисты, студенты и так далее, конечно, сразу загружать очень серьезную информацию, чтобы не получилось обратного эффекта, когда, ну, мы уже не можем решать, просто отказываемся. А если вы видите, что аудитория включилась и работает с кейсами, то, конечно, вы даете дополнительную информацию, ну, скажем, в этом случае, да, банк решает проблему, не решает проблему, может быть, мы пойдем в суд, а если идти в суд, то что с этой ситуацией делать и так далее. Конечно, дополнительная информация, в том числе, избыточная появляется. И в этом отношении как раз здорово, когда, ну, решающий кейс, обучающийся, ну, отсеивает то, что не нужно, и идет 3 дня к решению вот той проблемой, которая была. А у нас снова вопрос, а какая у нас целевая аудитория? Все зависит от той целевой аудитории, с которой вы работаете, да, вы готовите кейсы на ту целевую аудиторию, с которой работаете именно вы. А здесь у нас сегодня преподаватели школ, вузов, если есть кто-то, кто из других сфер деятельности, можно представиться в чате, но времени у нас не так много, поэтому мы такое подробное знакомство со всеми участниками во время таких встреч не проводим. Но, с другой стороны, это универсальная информация, это могут быть и родители, это могут быть пенсионеры, это могут быть студенты, ну, не обязательно, конечно, финансовые каких-то профилей. Любой человек, который сталкивается с мобильным банком и с услугами там, мобильного банка, он, конечно, может в эту ситуацию попасть и, ну, пытаясь найти, по крайней мере, решение с помощью специалистов и финансов это не может сделать. Ну, кажется, я поняла, что такое кейс и вот в таком виде кейсы мне не нравятся. Спасибо, что можно игровые форматы использовать, я попробую. Но это дело вкуса, мне нравятся текстовые варианты. Ну, конечно, мы все разные, каждый может выбирать кейсы себе по вкусу и в курсе мы обязательно познакомим вас с разными видами кейсов, с разными видами того, как собрать этот кейс, как сформулировать и как преподнести этот кейс. Ну, а вопрос, который у нас на следующем слайде, только что перед вами был кейс или не кейс. Мы ответили на этот вопрос, мы проверяем, насколько вы были внимательны. Итак, кейс или не кейс? Пишите в чат смело. Ждем вашу информацию, представление. Смотрим, сколько у нас активных участников. Отлично. Элемент кейса кто-то считает. Конечно. И действительно кейсы редко занимают одну страницу, один слайд. Они действительно очень объемные. Нет, это опять зависит, вот, спасибо, вы уже спрашивали, от самой целевой аудитории, от уровня ее подготовки, от перспектив, которые вы выстраиваете. Ну, классический там, гаврорский кейс, это, извините, 150-200 страниц убористого текста с огромным объемом финансовой информации, с вариантами решения этой проблемы, которые были когда-то, или там в других фирмах, корпорациях эта ситуация решалась. То есть, конечно, это погружение, но опять, я думаю, меня правильно услышите. В этом отношении, если решается классический глобальный кейс, то он требует решения ни одного дня, даже ни одного месяца. Мы погружаемся в решение этой ситуации. Это, по сути, появляется, вот помните, кто спросил, как это связано с ролевой игрой. Мы действительно погружаемся в эту атмосферу ролевой игры. Мы становимся финансовым департаментом какого-то большого, там, большой корпорации. Мы сталкиваемся с этой ситуацией, пытаемся найти выход. Причем, это уже будем в перспективе обязательно об этом говорить. Каждый раз меняется, ну вот видите, сегодня посмотрите, что называется на улицу, меняется курс валюты, не знаю, меняется конъюнктура, кому-то отказали в инвестициях и так далее. Все это вносится вот как раз в ту самую дополнительную информацию, которую кто-то уже из участников подчеркнул. Я это еще раз говорю, выстраивается большая и серьезная работа, которая позволяет как раз погрустившись в эту работу получать информацию, причем необходимую для решения кейса. возникает необходимость командной работы, там дискуссии, мозгового штурма и так далее. Очень много в этом отношении возможностей, которые определяет кейс. Ну а начинать мы можем действительно с небольших вот таких бытовых жизненных ситуаций. У вас проблема с мобильным банком, давайте попробуем ее решить. Ну то есть кейсы подходят только старшеклассникам, малышам они не подойдут? Ну как вам сказать, не обязательно называть кейсом, но вот та рассказочка, которая есть, да мы можем действительно ее сформулировать, проблему и попытаться детям, ну скажем так, это задание даже в виде домашнего задания выдать, чтобы они пришли дома, поговорили с родителями, с бабушками и так далее. Каким образом можно выйти из той же самой ситуации? И это получается уже, ну естественно не кейс в полном виде, но это некие элементы кейса, которые можно использовать. Еще раз, жизненная ситуация, в которой есть проблема, которая требует решения и реального, ну скажем так, четко обозначенного решения мы не выдаем. Спасибо. А есть какие-то правила разработки кейса? Конечно есть, поскольку это реально работающим уже там почти сто лет та самая технология, которая, ну для себя, по крайней мере, любой разработчик, ну это целая система, мы на вебинаре будем обязательно об этом говорить, каким образом подойти к разработке кейса, но прежде всего нужно перед собой поставить цель. Что мы хотим? Какой результат мы хотим получить? Вот я об этом и говорил. Если это серьезная большая работа, то соответственно и кейс будет вот другого порядка. Дальше мы должны подумать над тем, каким образом вот все эти элементы связаны с развитием ситуации, данных ситуацию, постановка задач, может быть ролевые какие-то модели, которые есть, источники для дополнительной информации, ну скажем, формы работы с этим материалом. Все это прописывается, определенной логики выстраивается и, ну, наверное, еще одна из, скажем так, положительных характеристик кейса в том, что это гибкая модель. Ну, извините, даже мы сегодня это активно используем, тем более даже наше бюро называется конструкторским. Это, по сути, конструктор, из которого, который позволяет, опираясь на реальную жизненную ситуацию, с учетом ваших, скажем, задач, ну, тоже учебной программы, которая есть, извините, ваших собственных предпочтений. Вот Светлана говорит, что ей не нравится, ну, скажем, письменный вариант. Я очень люблю, как раз, ну, извините, за личное, меня в детстве научили читать, я очень люблю читать. Мне очень важно, чтобы я это видел, соответственно, все, мог вернуться к какому-то пункту, не знаю, к какому-то абзацу, не знаю, еще раз уточнить информацию и так далее. Все это дает возможность нам, еще раз, идея конструктора, позволяющего даже одну и ту же ситуацию, вот, которую мы только что описывали, ну, что там, тот самый мобильный банк. Вы представляете, можно развернуть не в часовую, там, на один урок, на одно занятие, ситуацию, которая требует решения. Можно из этого сделать целую серию каких-то встреч и задач, и это как раз погружает в ту проблему, которую необходимо решить. Еще раз, конечно, есть структура и алгоритмы, которые необходимо использовать, но он, еще раз говорю, что в формате конструктора и каждый раз преподаватель. Здесь, ну, наверное, слишком многое будет, тем не менее, очень важно. У меня, как у преподавателя, есть право адаптировать даже уже готовые кейсы, ну, в той ситуации, в которой мы находимся. И мы во время нашего курса познакомимся с этим конструктором? Конечно, конечно. И не существует единого правильного формата? Ну, вот как конструктор, как любая гибкая модель, она, конечно, ну, скажем, нельзя сказать правильно или неправильно. Самое главное, я с этого начал, какую цель вы перед собой ставите? Есть ли необходимая информация? Есть ли необходима, уж извините, мотивация, вовлеченность, да, наших слушателей, наших студентов, вот пишут там про детей, да, ту самую дошколку, да, которую можно вовлекать? Как сформулировать, на каком языке? Ну, если говорить о дошколке, мы дальше, наверное, тоже посмотрим, ну, уж точно, да, для начальной школы и для дошкольников, конечно, нужно элементарное видеокейс. Мы берем кусочек мультика, какой-нибудь интересный видеосюжет, просматриваем и после этого формулируем вместе с ребятами, а что можно было сделать, каким образом можно было по-другому поступить, как могла там наша главная героиня, та же красная шапочка, не знаю, надо ли было идти по этой дороге, она могла пойти по другой дороге и так далее. Конечно, все это можно заложить, это можно все обсуждать. То есть, из моей сказки, каши из топора, мы сможем сделать кейс? По большому счету, почему нет? Если мы поставим какую-то проблему, связанную с тем, а что будет дальше? Вот наш герой ушел, причем и топор даже у него с собой, если вы помните, и дальше, что будут делать те самые, ну что, жители, старик и старуха, до которых он вот в каком-то мере, ну я не знаю, научил, наверное, каким-то, ну что, отношениям гостям, которые приходят? Здесь хорошо, все, значит, способы, да, и виды кейса мы на курсе расскажем? Конечно, существует научная классификация кейсов и по структуре, и по основным целям, и по используемым технологиям, и даже, вот мы сегодня несколько раз уже это обсуждали, даже, по наличию или, ну скажем, разветвленности тех самых моделей или ролей, которые в кейсе задаются. Это все есть, и это каждый вот вариант требует, соответственно, самого подхода и отношения к тому, какой материал мы будем с вами рассматривать и изучать. И мы настолько будем погружаться в теорию, и мне снова станет скучно, это же какая-то нафталиновая технология, сплошные алгоритмы, сплошные какие-то теории, так, что-то у нас тут спадать с переключением слайдов немножечко не срабатывает. Вы уверены, что технология работает? Есть у нее какой-то секрет? Ну, я, во-первых, категорически против слова нафталиновая, само содержание или вот сама природа кейса, помните, это реальная жизненная ситуация, вот как раз все зависит от того, какую мы ситуацию займем. Помните, я сказал, для меня кейс это детектив, вот чем интереснее, чем противоречивее ситуация, которая требует решение и даже формулировки, как мы обращаемся к тем самым, ну, решателям кейсов, извините за это слово, да, каким образом мы подаем информацию, дается ли она, вот, я не знаю, там, что называется, в лоб, да, вот возьмите и читайте, или мы даем какие-то только намеки, ссылки, я не знаю, запускаем поиск, найдите сами, сориентируйтесь, поговорите, обсудите, аргументируйте то, что вы предлагаете, вот это все как раз создает ту самую атмосферу, но что касается внешнего оформления, ну, оно и должно быть каким-то образом, я не настаиваю на текстах письменных, хотя еще раз говорю, что, наверное, для кейса как раз очень важно вернуться к первоначальной информации, вернуться к той задаче, вы должны уточнять, ведь иногда слово, которое я, ну, там читая, там просматривая, пропустил, он может быть принципиальным для как раз той ситуации, которая в данном случае обсуждается, так что за кейсами будущие, ну, с другой стороны, я с вами согласен, наверное, есть сегодня другие форматы, которые тоже можно использовать. А можем ли мы, работая над кейсом, работать, учить ребят работать с информацией, можем ли мы это делать? Это как раз ключевое, я, по-моему, ты уже несколько раз это подчеркнул, что я, смотрите, есть, ну, скажем, самый простой первый подход, особенно для начинающих, вот как раз Екатерина спрашивает, похоже на сценарий подход, конечно, но сценарий подход как раз требует определенной, ну, извините, определенности, да, в данном случае мы говорим о том, что мы готовим некий сценарий, но он в такой, в большей мере, наверное, автономный, когда не заданные конечные параметры и каждый раз работая над кейсом, группа, или если это индивидуальный кейс, который, тоже активный, особенно, да, они могут замечательно искать свои пути, но это сегодня такое модное, да, определение дорожная карта, вот по сути как раз мы создем дорожную карту, ну, помните, как в сказке, рассказки сегодня вспомнили, да, налево пойдешь, направо пойдешь, или, ну, там, прямо пойдешь, это как наш, там, былинный герой, да, перед, там, камнем, у которого есть три пути, вот, какой он выберет, и поэтому, когда мы сталкиваемся с кейсом, мы тоже перед определенным выбором стоим, куда пойти, какую информацию добыть, еще раз, сценарий есть определенный, но каждый раз, определяя путь своего движения, я, ну, могу столкнуться со следующим каким-то, там, типом неопределенности, ее тоже придется решать, и, конечно, вот, как раз пишет Светлана, конечно, мышление и фантазию, безусловно, да, если я не проговариваю конец этой сказки, если я не проговариваю конец истории, но самое простое, что мы часто делаем, это тоже практический кейс, мы предлагаем, ну, детям, в данном случае, мы больше говорим, дошкольник, как и малышах, я вижу, да, в этом отношении, конечно, очень важно дать возможность ребятам найти самостоятельный выход из этой ситуации, причем не просто, что называется, ну, фантазия такая, а даже на уровне, там, начальной школы, попытайтесь как-то это объяснить, вот, почему герой так поступил, почему эта ситуация именно так развивается, что необходимо, ну, чтобы не случилось какого-то несчастья, не знаю, чтобы все были довольны, все были сыты, и волки, и овсы, и так далее, все это как раз говорит о том, что, ну, в кейсе огромный потенциал, а с другой стороны, я согласен с вами, если вот оно выдается в таком, ну, скажем, ну, достаточно скучном, ну, с точки зрения формальности, конечно, да, или в очень большом объеме, то это может просто оттолкнуть, к сожалению, это сегодня есть, и вот, то самое, ну, какое-то дозированное, да, погружение в ситуацию, и минут 10 назад кто-то спросил как раз, дополнительная информация, не всегда определенная, она тоже очень важна, это как раз, ну, некий еще раз, ну, что ли, способ, включить дополнительную мотивацию, начали работать, а вот вам еще, а вы это уже пытаетесь решить, а вот еще, ну, это называется вводные, да, в любой ситуации, в том числе и в кейсе. какие-то дополнительные условия, которые меняют ситуацию. Да, ну, условия и обстоятельства, в которых мы каждый раз, ну, естественно, привязываясь к основному сценарию, мы каждый раз видоизменяем. Но если мне стало скучно, то этот кейс мне не подходит? Не кейс не подходит, извините, в данном случае, но не может быть виноват человек, который взялся за решение кейса, это означает, что, я опять прошу прощения, это означает, что, ну, преподаватель, там человек, я не знаю, там воспитатель, ну, там мы говорили о библиотеке, да, если мы даже там работаем с кейсами, тоже замечательно, это означает, что мы взяли тот самый кейс или некую жизненную ситуацию, которая, ну, до которой пока не доросли наши слушатели, наши участники, ну, то есть они, очень сложно, ну, как не знать, там любому сегодня, там, там, пятикласснику, да, там, предложить решение, какого-то там, алгебрическую задачу, там, уже там, из высшей математики, он, конечно, просто смотрит, вот, как раз замечательная картинка перед вами, но вот если я никогда с этими формулами не работал, у меня что одно желание, что называется, перевернуть страницу, и это означает, что нужно адаптировать те самые жизненные ситуации к той самой аудитории, которая, ну, которая предлагает решать кейс, я уже это и проговорил, его как раз огромный позитив, огромный, ну, что, потенциал в этом и заключается, если мы берем мгновенную задачку, вот она какая есть, такая есть, если в этой задачке мы хотя бы, там, запятую изменим, не знаю, какую-то, берем там, цифру или слово, ну, ее невозможно решить, потому что не хватает тех данных, которые необходимы для решения задачи, в кейсе как раз это все возможно сделать, поскольку мы можем его видоизменить, и, ну, скажем, дополнительной информацией, или наоборот, изъятием из личной информации, если слишком сложно для данной аудитории, помочь им воблечься, в данном случае мы опять выходим на, ну, скажем, схожесть, да, или на ролевой игры, когда игра интересна, когда я понимаю, когда я вовлекаюсь, и вот, определение игры, которое вы хорошо знаете, это добровольное определение, да, необязательных препятствий, вот кейс на этом похож, да, я очень хочу помочь, особо, как раз и роль возникает, я очень хочу помочь этому парню, вот, ну, кстати, чтобы саму потом эти ошибки не делать, значит, я начинаю искать информацию, я интересуюсь там, этим состоянием, я пытаюсь понять, как работает, в данном случае, мобильный банк, что необходимо сделать, там, может быть, договор какой-то, неправильно подписан, вообще, есть ли он, да, и это как раз позволяет, вот, через, пропускай через себя, помочь, вот, этому герою, который оказался в этой ситуации, найти выход, и для себя делаю определенные выводы, ну, не делай так в дальнейшем, так что, скучно, скучно, но это можно все-таки изменить. То есть, если будет текстовый кейс, который интересен мне, то я тоже увлекусь? Естественно, и вот опять спрашиваю замечательно, Екатерина пишет, целевая аудитория взрослая, так это, что называется, опять, сам Бог велел, вы входите во взрослую аудиторию, готовите жизненные ситуации, которые, ну, с этой аудиторией, кто они, определиться просто более четко, да, по запросам, по интересам, по потребностям, если это связано с финансированием, и личными финансами, это одно, может быть, кто-то интересуется проблемами экологии, у кого-то проблемы связаны, не знаю, с трудоустройством, я не знаю, там, с ЖКХ, с благоустройством парка, и так далее, задается, вот, та самая ситуация, и мы пытаемся вместе с аудиторией, через решение кейса, найти определенные решения, но потом, может быть, даже пойти к месту администрации, там, ну, не знаю, предложить какие-то свои идеи для благоустройства той самой территории, кейс, которую мы решали. Есть четкие потребности выучить язык, понять чужую страну, рынок труда. Конечно. Тогда и кейсы, да, будут на эту тему, можно прямо собирать у целевой аудитории кейсы, и решать на занятиях вместе эти кейсы. Конечно. И именно такую эстафету кейсов мы хотим запустить. Мы в ВКонтакте создали группу, в группе, вернее, педагогического конструкторского бюро, пост про кейсы, куда каждый из вас может разместить свой кейс, скучный кейс, недоработанный кейс, или какую-то, какую-то ситуацию, которую вы хотите превратить в кейс. И мы обещаем вам помочь эти кейсы доработать. И в понедельник мы проводим свой внутренний вебинар. Мы тоже решили посвятить его кейсам. И там разберем ваши истории. Поэтому продолжение следует. Ну а пока... Да, я отвечу просто. Спасибо, Ирине, за вопрос. Отличие кейса от проекта. Вы не поверите, у меня тут один из сейсов, как раз так и написано. Даже проект. В основе проекта лежит кейс. Еще раз. Жизненная ситуация. Ну, смотря опять какой проект. Бизнес-проект. Значит, вы сначала анализируйте жизненные ситуации. Что необходимо? Каким образом эту проблему решить? Анализируйте, извините, ваших возможных конкурентов. Что уже сделано? Каким образом это происходит? Есть ли продажи? Я не знаю. Как организовать производство? Но это тот самый мысленный эксперимент. Вы пока это не запускаете. Вы видите возможные риски. Вы видите необходимые ресурсы. Вы видите необходимость, я не знаю, набрать новую команду, повысить компетенции и так далее. И только после этого уже разрабатываете бизнес-план и пытаетесь его реально выделить. Но вначале мы анализируем ситуацию. То самое жизненную ситуацию, связанную с вашей нишей, вашим рынком. Если это социальный проект, тоже мы сначала пытаемся, вот особенно для ребят, буквально вчера мы завершили очередной фестиваль, где основа была как раз проектной деятельности, ребята сначала анализируют ситуацию. Задан кейс и описывается ситуация в конкретной школе, в конкретном районе. Ребята ищут варианты решения ситуации, потом уже это все оформляется в виде проекта. Ну, соответствующая структура, все это и цели, и задачи, необходимые ресурсы, возможные риски и так далее, и так далее. То есть это описание конкретной ситуации, поиск, проблема, в дальнейшем из этого кейса вырастает проект, реальный, бизнес-проект или социальный проект и даже исследовательский, если в этом есть необходимость. Ну, например, почему-то, не знаю, утки перестали не здесь, а на нашем городском озере. Тоже ведь это сначала описание кейса, а потом уже решение самой исследовательской задачи. А что, узнаем кейс Марины? Конечно. Однажды в галерее Лафаэд в Париже встретились двое. Он и она. Обожаю истории про любовь, но чему она научит? Это начало жизненной ситуации. Вечно ты перебиваешь. Может быть, все-таки дослушаешь? Хорошо, хорошо, молчу. Молодой предпринимательница на начальном этапе становления ее бизнеса не хватало средств на традиционные методы продвижения товаров на рынок. Она творчески подходила к решению проблем и добивалась всего очень дешевыми способами. Однажды она приехала завоевывать Европу, и управляющий парижской галереей Лафаэд отказался покупать ее продукцию. Новые духи. А вот можно здесь остановиться, да? Вот это как раз уже описание, это введение в саму ситуацию. Но она никогда не сдавалась, когда наша героиня чего-то хотела, она была очень изобретательна в стремлении добиться своего. И женщина все-таки нашла способ и буквально за пять минут доказала управляющему, что ее духи могут занять достойное место в престижной галерее Лафаэд. Какое решение предложила женщина? Давайте попробуем угадать. До вопроса это было развитие ситуации, а теперь постановка задач пошла, если брать это в структуру классического кейса. Ситуация, развитие ситуации, постановка проблемы. Ну так что, какие варианты решения вы бы могли предложить этой молодой предпринимательнице, которая хочет добиться своего, чтобы ее духи оказались в престижной галерее Лафаэд. Итак, пишите ваши предложения. Пока участники пишут еще раз различия. Вот если бы это была просто задачка, у нас было дано найти решение. Если это был проект, мы уже должны были дальше действовать по структуре проекта. А в данном случае, если это был бы тест, то есть понятно, выберите А, Б, В, там из трех-четырех вариантов, что правильнее. Кейс не дает таких вариантов. Мы должны, опираясь на ситуацию, но в данном случае можно специально попросить каких-то дополнительных требований. Есть ли у нее своя фирма? Выпускает ли это вот тот, к кому она обратилась вот эту линию или как, линейку духов, я не знаю. Какие у них были взаимоотношения? Есть ли у нее какие-то определенные рекомендации от каких-то там производителей и так далее? Изучался ли рынок и так далее? То есть вопросов очень много. Вот пока вы ищите ответы, я все это пытаюсь комментировать. Это как раз варианты развития кейса. И я напоминаю участникам, что мы не играем в программу «Что, где, когда?» Нам не нужно угадать обязательно правильный ответ. Нам нужно предложить свое решение событий. Я аргументирую, да. Представьте, что вы на месте этой женщины и вам нужно доказать представителю, управляющему Парижской галереи Лафаэт, что духи лучшие в мире и что они должны продаваться в этой галерее. Мы ждем ваших решений. Я, опять, Светлана, вас как раз еще раз останавливаю, подчеркиваю, что вы в этом случае уже задали ролевую модель, да. Вот представьте, что в этой роли не просто вот некой женщине абстрактной помочь. Вы становитесь этим героем и вот, что называется вам там кровь с носом, надо обязательно это сделать. Включите, пожалуйста, свои креативные способности. Ну, а у нас есть уже первый вариант решения. Женщина надушилась или предложила понюхать духи жене управляющего. Отлично. Если духи качественные с необычным звучанием, можно выпустить их в эксклюзивной упаковке, то духи мои упаковка ваша. Вот такой вариант решения. Ждем еще. Каждое предложение, конечно, нужно просто аргументировать. То есть, если он там, я не знаю, ему духи... Кстати, если духи не понравятся, то будет другой вариант решения. Если у вас нету сейчас какого-то варианта решения, вы можете смело отправлять огоньки за решение тех или других коллег. Интересно, у них в Лафаэд уже есть самые лучшие духи? Представлена эта линейка, да? Подарить духи презент жене управляющего. не забывайте ставить огоньки, когда вам нравится решение коллег, чтобы они видели, что вы здесь. Четыре варианта уже есть. Итак, четыре варианта, но мало, нас здесь гораздо больше. Давайте еще несколько вариантов решения. на духах специализируются, да? Да, конечно, большинство нашей аудитории женщины случайно уронить флакон перед ним. Ну, наверное... Подожди, еще парочка будет, да? Еще ждем, но тоже оригинальное решение. Это, правда, безобразие, конечно, но что, решение найдено, да? Хотя слово случайное все-таки снимает ответственность определенную, все бывает, да? Еще раз, вводите в роль, вот вы, и вас, и вам, да? И в данном случае включается та самая фантазия. А если это работает команда, представляете, то и даже взрослых, ну, про малышей вообще не говорю, они будут там непрерывно, что называется, генерировать, и школьников включать, да и студенты, если подать соответствующую формацию. еще одна идея будет? Уверена, что участники, которые будут смотреть в записи, точно найдут еще несколько решений. Продать духи клиентам галереи, да, то есть составить конкуренцию этой серьезной галереи, да, и продавать клиентам. Я опять сразу делаю, извини, вставочку, а юридически как-то все оформим, тут очень важный момент. Чтобы прошла подруга с ароматом давних духов мимо. Случайно, случайно, да. Первым трем покупателям духи в подарок. Ну что, у нас уже пошли, да, такие действительно идеи рекламных компаний. Ну, раскроем интригу? Ну, наверное, да, уже можно. Ну что ж, расскажем, что это была знаменитая Эсти Лаудер, и именно она посмела так дерзко прийти в галерею Лафаэт. Ирина еще предложила. И действительно, ее духи потом оказались на полке. Ну что же сделала она в тот самый момент? Она достала из своей замечательной сумочки большой флакон с какой-то желтоватой жидкостью, это были знаменитые и грохнула с размаха этот флакон от пол. И уже через несколько минут не могла отбиться от вопросов, что это за запах. И сияя улыбкой, она повторяла, что это ее духи Юзью и меня зовут Эсти Лаудер, но вы пока никогда не слышали моего имени. Да, была права, конечно, Наталья, но Наталья сказала случайно, но она специально, демонстративно разбила этот флакон. В одном из ее флаконов действительно есть бриллиант, и мне кажется, если вы хотите научиться вот так впечатляюще преподносить свои кейсы, почитайте историю Эсти Лаудер, она была ну такой женщиной креативной, это не единственная ее выходка. Нравится, не нравится запах, да, это дело вкуса, а вот умение добиться своего, безусловно, заслуживает уважения. Конечно, на духе может быть аллергия, запах может не понравиться, бренд может не понравиться, но безусловно, да, безусловно, бриллиант во флаконе будут искать все, и безусловно, такие выходки запоминаются навсегда. Но вопрос по-прежнему тот же самый, это кейс или не кейс? Вы практически по структуре и прочли. Мы пока даем участникам проголосовать, кейс это все-таки или не кейс? Ну все пишут кейс, да, ну просто, да, кейс, ну опять, когда будем говорить на наших вебинарах, то мы это еще раз подчеркнем, что есть, конечно, вот как раз по, ну скажем, размеру подаваемой информации, это мини-кейс называется, да, то есть совсем маленькая жизненная ситуация, но тем не менее, Светлана, вы же это и сделали, вы сначала описали ситуацию, потом показали развитие ситуации, задали, сформулировали проблему, потом уже погрузили даже некую там ролевую модель создали, и ну а дальше уже вопрос, а вот что с этой ситуацией делать, мы получили, по-моему, 8-9 разных вариантов решения. Я даже, извини, я даже понимаю, что вот тот кейс, который я комментировал, связанный с мобильным банком, ну что мне осталось только вот некого там, я не знаю, энергетики добавить, интриги, да, приходит этот самый пользователь, или я в банк, захватывает банк и требует вернуться в виде тысячи рублей, да, пока не вернули, там уже появляется полиция, ОМОН и так далее, что в этой ситуации делать, ну, многоточие ставлю. А вот коллеги пишут, что это ситуационная задача, а мне кажется, что это очень похоже на три задачи. На три задачи тоже похоже, да, поскольку требует ну неординарного решения и поисков, которых, ну, до сих пор решениях идти не было, да. Ну что, тогда такие кейсы я, пожалуй, полюблю, а вы полюбили кейсы уже? И любую историю мы можем превратить в кейс? Ну, еще раз подчеркиваю, если есть сама ситуация, данные к этой ситуации и поставлена задача найти, ну, скажем так, неочевидное решение, то это практически будет кейсом. Ну, понятно, что еще необходимы дополнительные информации, необходимо все, что связано с работой, описанием и еще один из элементов мы опять проговорим, конечно, это еще и защита тех самых материалов, которые студенты представляют, ну, или письменно, соответственно, или устно, особенно это всегда полезно, если это устная защита, когда сталкивается несколько мнений, несколько групп, которые свою позицию ставлю, обязательно с аргументами, то, что отличает от обычных задач. И мы на курсе научимся отличать кейс от не-кейса по каким-то конкретным критериям? Да, 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 вот все, что касается других, и это как раз и проблемные, и метод, это и мозговой штурм, это и дискуссии, это аналитические все методы, они частично входят в кейс, как раз, по сути, некая универсальная модель, хотя, конечно, имеет свою специфику, и вот я согласен с Екатериной, сейчас, конечно, вся жизнь кейс, да, ну, действительно, от нас, от всех, в этих жизненных ситуациях, даже если мы там выходим на улицу, идем на работу, не знаю, или возвращаемся после работы, конечно, каждый раз приходится искать выход из вот, с оставшейся жизненной ситуации. То есть, в каждом кейсе есть некие обязательные ингредиенты, которые точно позволяют нам сказать, что перед нами кейс, а есть некоторые секретные ингредиенты, которые могут быть, а могут не быть. Ну, пусть они называются секретными, там, дополнительными, вовлекающими, мотивирующими и так далее, ну, я не знаю, даже развлекающими, если хотите, если дети, без этого уже никак нельзя, им нужно обязательно сделать что-то вот такое, чтобы им вот прямо, что называется, вау-эффект, и засмеялись, и не знаю, и обрадовались, об этом еще и рассказали кому-то, это тоже здорово, то самое, после действия кейса еще и тем отличается, что после его решения возникает ощущение, что да, а это можно использовать, и я об этом хочу рассказать. Ну что, давайте попробуем разгадать формулу вовлекающего кейса, как вы думаете, вот, какие обязательные, ну, не обязательные, какие элементы в вовлекающем кейсе появятся? Вот обязательно элементы мы уже знаем, а что вовлекающего появляется в кейсе, почему он становится интереснее, почему Марии Ивановне так понравился кейс про галерею? Лафаэд, давайте предполагать, если угадаете хотя бы один, я дам подсказку. Так, картинка должна быть, безусловно, визуализация помогает, близость к интересам участников, так, целевая аудитория должна, возможность поставить себя на место героя, да, и даже решать проблемы, с которыми я столкнулся. безусловно, какая-то интрига появляется у нас, что еще? Все эти секретные ингредиенты, безусловно, есть, мы вам сегодня три приготовили секретных ингредиента, в курсе познакомим вас, у меня пока 15, но возможно, будет еще больше. Интересно, я жду с нетерпением, что за ингредиенты. Ну что, привлекательный герой, раз, одну часть формулы мы раскрыли, действительно, привлекательный герой, есть некий герой, есть некий персонаж, если он из ситуации, из реальной жизни, то это еще интереснее, да, это ему большой плюс. Так, какие еще у меня, видите, здесь два ингредиента скрытых? неограниченность решений. Как вы думаете, неограниченность решений, но неограниченность решений, мне кажется, это обязательный компонент. Обязательный компонент. Любой кис, да, а мы сейчас говорим, нет однозначного решения. которые могут быть, могут не всегда быть. А, я-то не так правильно понял, что... Привлекательность места, в котором происходит история, ну, это тоже, так скажем, элемент, который может быть. Интересная история. Это приправа к блюду, которое делает его еще вкуснее. Да, вот мы именно эти секретные ингредиенты приправы ищем. Но у нас разгадан второй наш секрет. Ну, любовь от Марьи Ивановны думала, но любовь не обязательно, хотя любовь к кейсам, безусловно, приветствуется. Старителлинг, привлекательная история. Красиво рассказанная, да. И вы помните, что старителлинг это не просто история, это факты и эмоции. Да, мы поэтому и раскрыли. Факты и эмоции. То есть нам мало одних эмоций, нам мало красивой истории. Нам нужно, чтобы из этой истории мы могли взять те самые факты, которые нам нужны для решения кейса. Ну что, у нас остался еще один, третий ингредиент. Ну, давай же не интригую. И подсказка была. Была подсказка. Была уже. Подсказка была. Что же там третье? Я тут затрудняюще такое сказать. Каким же еще, извини, соусом приправить это блюдо, чтобы оно стало еще более острым, привлекательным. нежеланным. Ну что, кто-нибудь вспомнит, с чего мы начинали-то? А с чего начинали? С топора? Ну, Александр Сергеевич, все интригу, ты раз. А я же тоже как слушатель ингредиентов. Я же не знаю этой презентации, поэтому... действительно у нас третий ингредиент топор. Я угадал, я угадал что ли? И нам надо с этим топором сейчас и будет разобраться, как этот эффект топора работает. Как этот эффект топора работает. Ну, Мария Ивановна, мне не нравится этот острый предмет, вообще как-то агрессия, страсти. Детектив сразу вспоминает. Раскольникова вспоминают, да. И Раскольникова сразу вспоминается. А из литературных произведений можно делать кейсы? Конечно, только там практически, что такое литература, особенно хорошая, классная литература, это же как раз описание жизни тех самых ситуаций. Но единственное, что... даже вы знаете, есть ли такой прием, когда автор, скажем, последний там, ну, решение той самой ситуации, он просто не раскрывает. И, кстати, что такое сериалы современные, да? Мы... Нас ведут, ведут, ведут. Вот в раз все установилось. А в следующей серии вы узнаете об этом, или как там. А это уже другая история. То есть, вот эти как раз интрига, которая сохраняется и каждый раз нас привлекает. И книгу открыть, и, ну, извините за слово сериал, и сериал досмотреть, насколько это как раз интерес, что будет дальше. Ну, так, может быть, мы все-таки раскроем секрет, как приготовить кейс, как приручить кейс и превратить любую ситуацию в кейс? Ну, для этого надо, мы по ходу нашего вебинара много раз это проговорили, прежде всего, понять, вот, с кем мы будем этот кейс решать, кому будем предлагать. Если мы это определим, это дошколята, вот у нас, видите, разная аудитория, кто-то с дошкольниками работает, кто-то работает с посетителями библиотеки, кто-то работает со взрослыми, и так далее. мы понимаем, вот те самые болевые точки или проблемы, вот, что хотел бы человек, общаясь с нами, вместе с нами решая ситуацию, которая описана в кейсе, для себя какие-то выводы сделать, пообщаться, не знаю, найти какие-то способы, и, ну, что-то, извините, просто потренировать, какой-то навык, в том числе, там, не знаю, креативного, или мозгового штурма. Это самое главное. После этого уже, может быть, даже предварительно уточнив, на каком, на каком материале это может быть создано, я тоже говорил, это финансы наши личные, это все, что связано с какими-то ботовыми проблемами, это может быть, как раз история, связанная с детьми, которые сегодня не очень хотят, да, ходить в школу, или попробовать у ребенка отобрать тот самый его мобильный телефон. Когда вот эта ситуация задается, а дальше уже, как раз, во время постановки задачи, мы пытаемся помочь, человеку, вращающему кейс или комате, который вращает, ну, их поддержать. Вот это как раз та самая ролевая модель, когда вы в состоянии найти не одно или там несколько решений, да, вот этого кейса, это еще раз, ну, то самое, ну, самооценку повышаем и предлагаем все-таки найти это решение, а потом обязательно обсудить и, соответственно, как минимум, то есть аудитория, содержание и это самое окрыление или там повышение самооценки, которое вовлекает группу, решающий кейс в работу над ним. То есть топор это та самая ситуация и я могу любую превратить ситуацию в кейс, если сварить ту самую кашу из топора? Ну, по сути, да, вот, жизненная ситуация, которая, ну, в данном случае, вот даже про те же духи, ну, просто ситуация, ситуация, мы действительно из нее можем сделать хороший грамотный кейс, сюда добавить еще различные, различные дополнительные информации, там, о стоимости, я не знаю, там, о качестве, о спросе, не знаю, об оформлении, то, что писали, да, ну, и там, и про алмазы, и про бриллианты, все остальное, то есть очень много может быть отдых, и это может как раз быть хорошим поводом, кстати, это замечательный бизнес-кейс, как и морозы, можно продвигать свой продукт, меняйте духи, не знаю, на, что, на порошок, да, для, чего там, посудомоечных машин, это уже будет тоже кейс, что вы сделаете, чтобы этот порошок или эти таблетки продавать. А обучающие кейсы, они имеют какую-то свою специфику, или только зависит от того, какую тему мы изучаем? Я вопрос не совсем понял, у нас любой кейс, это как раз обучающая ситуация, технология, которая позволяет на примере решения конкретных жизненных ситуаций научиться эти аналогичные ситуации решать в жизни. Помните, кто-то писал, что кейс это по сути проект, вот мы решая эту ситуацию учебную, обучающую как вы сказали, ситуацию, мы находим для себя в реальный бизнес, в реальные социальные проекты, в реальные исследовательские проекты, ну а если это лично, то и в реальной жизни я тоже могу так не поступать. Я прекрасно пойму после этого кейса мобильный банк, что надо все-таки после предупреждения, по крайней мере, не делать вторую попытку, понять, почему она произошла, почему произошел этот сбой. то есть я могу взять любую историю, которая мне нравится, взять тему, которую мы изучаем, соединив их, имея ваши секретные ингредиенты, я могу получить из этого кейс? Кроме первой фразы, не мне нравится, а то, что можно понравиться вашей целевой аудитории. Вам очень нравится, не знаю, решать вопросы по духам, а я вообще не понимаю, о чем речь идет, а мне хочется решать вопросы по, я не знаю, там современным, велосипедам, например, наступает летний сезон, я хочу решать вопросы, связанные с велотранспортом, а не с духами, но я тоже не специалист в духах, извините. Помните, а кому тут духе вообще не нравится? Давайте спросим, а наши участники кейсы на какую тему хотели бы создать? А может быть, даже используете. Напишите, какие темы кейсов вы использовали или хотели бы использовать в своей работе. И тогда в ходе нашего предстоящего вебинара мы можем даже уже на примере ваших заявок, заказов, предпочтения, мы действительно могли бы рассматривать эти кейсы. Вот я уже понял, что нужно для дошкольников обязательно сделать какую-то информацию для тех, кто работает в библиотеке, для взрослых людей. Мы эту специфику вашей целевой идеей обязательно учтем. Видим, уже появились первые темы общения на месте работы с изучением нового языка. Отличная тема, цифровые технологии для преподавателя. Это вообще наша тема, да. Да, любимая. Коллеги, делитесь смелее. Какие еще у вас есть взаимоотношения молодого учителя с родителями детей? Чудесная история. Я помню, когда только начинала работать в школе, у меня была такая книга, которая называлась «Педагогические тюды». И там как раз были вот такие истории, с какими ситуациями может столкнуться педагог. Мне кажется, их можно превратить в кейсы. Ну, только не чудесно, потому что, я бы сказал, широко распространенное. Когда есть проблемы, это не совсем чудесно. В современной школе можно использовать для воспитания обучающихся, конечно. Хейтерские атаки, как тема буллинг в школе. Мы это все сохраним. Современные, да. Современные фонды школьной библиотеки. Как привить любовь ребенка к чтению. Тоже, да, такая тема, которая, мне кажется, в современении с каждым годом становится. И здесь кейсы нужны каждому из нас. Что делитесь. Если пока не можете предложить свою тему, не забывайте ставить огонек, чтобы участники видели, что их темы актуальны, что вам тоже они интересны. Конфликты на фоне политики на новом языке. Цифровая компетентность педагога. Спасибо. Несколько участников уже даже не одну тему. Да, да, да. Уже третий раз. Спасибо. Здорово, что вы работаете так активно. Как мотивировать педагогов к повышению квалификации. Безусловно. Наша Марья Ивановна один из таких кейсов, которые мы используем на протяжении уже последних четырех лет точно. Она уже в народе. Она у нас уже, ну, она в народе-то гораздо больше. У нас, как героиня нашей игры, Марья Ивановна, присутствует на каждых наших встречах, вебинарах, курсах и в курсе по кейсам. Вы тоже точно с ней встретитесь. Ну что, я понимаю, что темы могут быть еще и другие, да. Вы можете подумать. Можно писать даже детально кейс или ситуацию, которую вы хотели бы превратить в кейс, а мы поможем с помощью секретных ингредиентов, и не только секретных, а обязательных, сделать совершенный кейс, почти идеальный. Но вы все еще не любите кейсы? Пока поставьте огонечек все, кто любит кейсы. Мы увидим, сколько у нас здесь любителей кейсов. Это прямо голосование народное. Конечно. Вот уже целых 9 человек у нас любят кейсы. 9 человек нас слушают и активно участвуют. 10. Ну, у остальных все впереди. Студенты не хотят учиться очно. Да, это тоже вариант. Спасибо за огоньки. Онлайн кейсы еще лучше. Как неинтересно сделать интересным. Отлично. Мне кажется, один из примеров мы вам сегодня постарались. продемонстрировать. Спасибо. Ну, и если вы все еще не любите кейсы, мы научим их вас, научим вас их готовить. Даже я уже к этому привык. И в апреле, в апреле, в конце апреля, как сказал Павел Юрьевич, мы запускаем курс по кейсам, который называется «Использование кейс-технологий в современном образовательном процессе». Мы соберем кейсы и доварим их вместе с вами до нужной кондиции. Что еще будет в этом курсе? Конечно, наши игровые приемы, игровые элементы, безусловно, будут в курсе, но будет и серьезная теоретическая база. Кроме нас, Светланы и Александра, Анна еще поможет нам освоить технологии оформления и подачи кейсов, чтобы у вас появлялись вот та самая визуализация или какие-то еще варианты подачи кейсов были. И, безусловно, будут основные темы. По традиции Директ Академии курс рассчитан на четыре недели, по два вебинара каждую неделю, но помимо вебинаров, конечно же, будут еще практикумы. Ну, а как мы ведем вебинары, я думаю, вы сейчас поняли. Конечно, мы не всегда ведем вебинары вдвоем. У нас бывают соло, да, вебинары. Иногда. Иногда. Но вы точно получите и теоретические материалы, и проработаете те кейсы, которые вам нужны. И за заявки, тем более, да. Безусловно, узнаете о классификации кейсов, основные, те самые обязательные ингредиенты и секретные ингредиенты. Вот у меня 15 секретных ингредиентов, три мы раскрыли вам сегодня, но даже если вы эти три секретных ингредиента добавите в ваши кейсы, они точно станут ярче, и ваши ученики, ваши участники, студенты, преподаватели, взрослые, с которыми вы работаете, точно это заметят. Ну, а я прошу прокомментировать. Нет, нет, ты сама так говоришь, конечно, и принципы, и критерии, да. Ну, я думаю, что и принципы разработки кейса, и конструктор, алгоритм разработки кейса тоже будет подробно вам показан. Я думаю, что те элементы, которые вы сегодня узнали, можно включать в работу прямо сейчас. Ну, и, конечно, помимо эффекта топора, есть еще и другие вот такие приемы, которые вы точно запомните, когда завершите наш курс. Ну, это ключевое, да, вот те самые ошибки, которые часто допускают разработчики и пользователи кейса, тоже обратим внимание, поскольку, ну, тут уже нет опора, грабли, да, у нас инструменты появляются. Как не наступать на чужие грабли, работая максимально эффективно с подготовленными, адаптированными материалами кейса? Да, то есть инструменты разные будут в ходу, я думаю, что где-то и молоточек появится, необходимый для достижения успеха с разными задачами. Спасибо вам за ваш интерес к теме, спасибо за то, что были сегодня с нами, и мы готовы ответить на ваши вопросы, если они есть. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо, коллеги, спасибо за приятные слова, которые вы пишете. И ждем еще тематику, которые, если вам были интересны, только я сразу прошу вас сориентироваться, в ходе курса мы будем очень активно вас просить включаться, будет задана та самая ситуация, которая по тематике предложена кому-то, кем-то из вас, и мы будем вас также просить находить варианты, как Светлана вот сейчас решала проблему воздухами. Ну что, от Павла напоминание о том, как можно получить сертификаты об участии в этом вебинаре, ну а если хотите доработать кейсы прямо, не дожидаясь курса, пишите кодовое слово эффект топора, да, можно хэштегом писать эффект топора, или у нас под постом предлагать свои кейсы, а мы предложим вам в понедельник доработку, доварим ваш кейс в прямом эфире. Да, как-то так, хочется пошутить, это такая топорная работа. Конечно, конечно, не просто так кинуть топор, и все. Ну спасибо огромное, передаем слово Павлу, если Павел выйдет в эфир, а мы завершаем. И до встречи на вебинаре. До встречи.